Вот в такую жару не позавидуешь тем, кто стоит в пробках и у кого нет кондиционера. Да, вообще летом лучше не ездить на автомобилях. Пересаживайтесь на велосипеде, и время будете экономить на поездку, и фигуру подтянете. Ну, велосипеды не единственное средство беспробочного передвижения по городу. Есть еще и ролики, и скейтборды. Их можно использовать не только как способ добраться из пункта А в пункт Б, но и как средство выплеснуть адреналитом. Наша коллега Татьяна Докучаева пообщалась с людьми, которые не представляют свою жизнь без экстрима. На дворе лета – это значит самое время доставать скейтборд, ролики и велосипеды, и как следует прокатиться. Ну, а чем раньше вы это сделаете, тем больше результатов вы добьетесь. И сегодня на тему экстремальных видов спорта в черте города мы поговорим с профессиональным ролером-скейтером Кириллом Кочетком. Доброе утро, Кирилл. Доброе утро. Ну, вообще скейтборд и ролики – это очень увлекательное занятие. А сложно ли научиться на нем кататься? Ну, каждому по-своему. Кто-то может долго учиться, кому-то сразу дается. А вот тебе что сложнее? Ну, я попробовал сначала, начал кататься я на скейте вообще, потом попробовал на роликах, потом на велосипеде, а потом уже понял, что ролики прям меня зацепили вообще. А в чем сложность? Вообще все действия нужно понимать, продумывать. Там у тебя маленькие плейты, на которых надо скользить, прыгать, там всякое. А сколько времени понадобится для того, чтобы вообще что-то научиться, какие-то азы? Ну, азы придут вообще достаточно быстро, там месяц-два. Ну, а потом, как ты уже захочешь, если тебя прям зацепило-зацепило, то ты будешь учиться, у тебя будет поучаться. Это очень экстремальный, как я уже сказала, вид спорта, и без защиты никак. Как должен быть защищен настоящий скейтер и роллер? Ну, на самом деле все катаются без защиты, потому что она очень сковывает движение. Но в идеале нужно гонять в шлеме, на коленниках, на окотниках там всяких. Ну, смотри, а вообще в Тюмени много ли специализированных таких мест, где можно потренироваться и покататься как следует? Либо только эта площадка? Ну, вообще у нас не так давно появился еще один скейт-парк, вот кроме этого. Он крытый, мы можем кататься там круглый год. Вот это всю зиму мы провели там. Вот хотелось узнать как раз насчет зимы, потому что летом понятно, солнце, тепло, снега нет, катайтесь сколько хотите. А вот зимой что делаете? Вы отдыхаете или так же продолжаете? Нет, так же продолжаем, тем более зимой есть крупные европейские соревнования, на которые надо ездить. Вообще сложно выиграть в таких международных соревнованиях? Да, очень. Почему? Что нам не хватает? Ну, потому что много людей, давление. Чужая страна, чужие зрители, болельщики. Ну, а все-таки ты какие-нибудь места привозил? Вот, с Голландии пятый привез. Пятое место? Ну, это очень хорошо. А вообще сколько участвовало? Человек три, наверное. О, так ты вообще умничка. А самая наивысшая твоя награда? Чем ты можешь прям похвастаться? Вот, в прошлом году тоже проходил чемпионат России, и я занял категорию матерый первое место. Ну, матерый это разделение на про и любителей. Я участвовал в прошлом году в любителях. В любителях, а в этом году уже будешь профессионалом, да? Да. Долгое время скейтбординг считался чисто мужским видом спорта. Вот на данный момент у нас в своем семье не занимается и с девушек? Ну, здесь скейт-школа, там приходят маленькие девочки, но я думаю, ну, пока что она только одна, как бы. Он как был и так и остается, может, не ухаживал. Почему среди девушек этот вид спорта не популярен? Ну, потому что травмоопасный. Здесь ты просто можешь ехать, там, попадет тебе какой-нибудь камушек, ты так попадешь вообще, ободрешься. С какого возраста стоит начинать кататься, учить своего ребенка, вставать на ролики, на скейт? Ну, прям, если хочешь плотного спортсмена из него вырастить, с 8 лет, и все, и прям плотненько занимаешься. А дома можно тренироваться, заниматься? Ну, дома можно просто... Если в длинный коридор. Не-не-не, дома вообще не надо уж. Дома не получится. Да, просто дома можно отжиматься, там, подтягиваться. Ну, вот такие именно, на мышке делать упражнения. Ну, ты сказала, что это очень сложный вид спорта, но все-таки я бы хотела поучиться. Ты сможешь меня научить? Да, конечно. Ну, давай, поехали. Итак, внимание, смертельный номер. Получилось! Погнали! Ну что, друзья, я успела попробовать. Это довольно сложно. И потребуется не один месяц для того, чтобы хотя бы даже стоять. Ну, а сейчас давайте посмотрим, как это делают настоящие профессионалы. И возьмем с них пример. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok